ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело Исмайловой называли политически мотивированным. Родные и близкие не скрывали слез радости. Всем большое спасибо. Украинская летчица Надежда Савченко вернулась на родину. Ее обменяли на двух российских разведчиков, задержанных на Украине. За народной героиней отправился украинский борт номер один, а в киевском аэропорту ее встретили десятки человек. Спасибо народу Украины и всего мира. Скажу, что народ – это великая сила. Если бы народ не говорил, политики бы ничего не делали. У движения «Талибан» новый лидер. После гибели Муллы Мансура, ликвидированного американским беспилотником, талибы назначили нового лидера – Муллу Хайбатулу. Наблюдатели считают, что Хайбатулла будет также выступать за свержение афганского правительства и продолжать наступление талибов. Он будет строго следовать линии покойного лидера «Талибан» Муллы Мансура, который призывал к свержению афганского правительства. Власти Казахстана построят национальный пантеон. Его стоимость обойдется госбюджету в 235 миллионов долларов. Казахстанский министр культуры заявил, что усыпальнице необходимо обществу. Но само общество недоумевает. Если бы Казахстан думал именно низами, а не верхами, тогда бы народ тоже решил, что это вообще глупо все это делать. Пантеоны и прочее, прочее. Потому что если он окажется в пантеоне, это же не значит, что он останется на троне. Кыргызстан вручил ноту протеста Казахстану. Поводом стали слова правительственного чиновника о кыргызских гастарбайтерах в России, которые кыргызы расценили как оскорбляющие. Речь шла о кыргызских девушках, моющих российские общественные туалеты. Мы находимся в Москве не от хорошей жизни. Просто нам надо как-то прокормиться. Известна азербайджанская журналистка Хадиджи Исмайлова на свободе. Верховный суд Азербайджана сменил ей тюремное заключение на условное. Международные организации считают, что лишение свободы Исмайловой было местью за ее доклады о коррупции в высших эшелонах власти. Я всегда была, есть и буду журналистом. Я буду продолжать работу. Никто никогда меня не заставит остановиться посредством репрессий. Решение азербайджанских властей стало для многих неожиданностью. Собравшиеся возле здания суда гражданские активисты, друзья и родственники Хадиджи Исмайловой не могли скрыть слезы счастья. Хадиджи Исмайлова была арестована 5 декабря 2014 года. В сентябре 2015 суд Баку признал ее виновной в экономических преступлениях и приговорил к 7,5 годам тюремного заключения. Сама журналистка и ее адвокаты считали дело политически мотивированным. Хадиджи Исмайлова лауреат ряда престижных международных премий, таких как премия имени Анны Политковской за раскрытие фактов коррупции и премии ЮНЕСКО за борьбу за свободу слова. Некоторое время назад к адвокатской команде Исмайловой присоединилась известный юрист Амаль Клуни, которая обещала подать иск от имени Исмайловой в Европейский суд по правам человека. Не исключено, что именно это заявление повлияло на изменение приговора. Украинская летчица Надежда Савченко в Киеве, а сотрудники российского ГРУ Евгений Рафеев и Александр Александров в Москве. Обмен все-таки состоялся. В аэропорту Савченко встречали десятки журналистов и общественных активистов. За уже бывшими заключенными отправили самолеты президентских авиапарков. В течение дня мы следили за данными ресурсов Lightradar. Самолеты оказались в воздухе практически одновременно. События развивались быстро и синхронно. Утром стало известно, что Петр Порошенко помиловал россиян. Днем пришло сообщение о помиловании украинки. Любопытная деталь. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, отпустить Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК. Причастности к их убийству летчицу собственно и признали виновной. Просила о помиловании сама Савченко или это сделали ее адвокаты, пока неизвестно. Тем более, что днем ранее летчица запретила это делать своим защитникам. Петр Порошенко пригласил журналистов в свою администрацию и сделал заявление. Настал тот день, когда вернулась Надежда Савченко. Как мы вернули Надежду, так мы и вернем Донбасс и Крым. Спасибо народу Украины и всего мира. Скажу, что народ это великая сила. Если бы народ не говорил, политики бы ничего не делали. Появление Савченко в Киеве, по мнению политологов, ломает всю систему координат украинского политикума. И в Кремле это, безусловно, хорошо понимали. Военная летчица, герой Украины и символ борьбы. В аэропорту перед камерами появилась и Юлия Тимошенко. По мнению украинского политолога Сергея Гайдая, все, кто имел прямое или косвенное отношение к освобождению Надежды Савченко, не упустят возможности сделать себе на этом пиар. Вот что он сказал, в частности, по этому поводу. А сегодня ничего нельзя прогнозировать. Может быть сценарий, когда мы получим человека, который ворвется в украинскую политику с наивысшим рейтингом. Может быть и другой сценарий. Много раз жизнь показывала, что боец на поле боя, в критических условиях выступает весьма мужественно, но с политическими процессами он абсолютно не справляется. Я боюсь, что мы получим одного из серьезных критиков президента, как бы он ни пытался сегодня, скажем так, факт освобождения Савченко превратить в собственный пиар. Я думаю, такие же сложности Юлия Тимошенко, потому что говорить, что Юлия Тимошенко сегодня является политиком, которому верит Украина и которой является настоящей оппозицией, нельзя. Все потенции возглавить список наиболее рейтинговых политиков Украины у Савченко есть. И вряд ли она будет послушной игрушкой в руках президента или Юлии Тимошенко. За сообщениями о Савченко на второй план ушли новости из зоны боевых действий. На Донбассе вновь настоящая война. В Совете национальной безопасности и обороны Украины обстрелы называют самыми интенсивными за последний год. По информации Генштаба, в районе промзоны Авдеевки боевики так называемой ДНР используют минометы, что запрещено мирными соглашениями. Огонь ведется и на Мариупольском направлении. Среди военнослужащих украинской армии есть погибшие и раненые. Военные сообщают, что таких обстрелов не было с 2014 года, когда в результате одного боя уничтожались сразу несколько поселков. Раненых украинских военных везут в госпитали в Харькове и Днепре. В Днепропетровске. За выходные мы приняли 14. Четверо было в тяжелом состоянии. Это и пулевые, и минозрывные ранения. Сразу же переливали кровь. Двоих сразу взяли в операционную. Наши хирурги несколько часов делали операцию. Всех бойцов в настоящее время удалось спасти. Теракт при городе Кабула. В результате взрыва смертника погибло 10 человек и четверо ранены. Смертник подорвал автобус, в котором ехали сотрудники окружного суда. На место прибыли машины скорой помощи и отряды полиции, которые оцепили район взрыва. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка. Нападение произошло через несколько часов после того, как движение «Талибан» признало гибель своего лидера Мулы Мансура. Он был убит ракетой, выпущенной американским беспилотником в Пакистане. Новым лидером «Талибов» стал Маулави Хайбатулла Ахунтзада, бывший заместитель Мансура и главный судья движения. Информации о нем немного. Известно, что он Мулай из Кандагара, пользующийся среди «Талибов» огромным уважением как религиозный авторитет. Многие его ученики занимают сейчас высокие посты в иерархии талибов. Муллах Хайбатулла не принимал активного участия в боевых действиях. О том, что стоит ожидать от нового лидера движения, мы спросили у обозревателя афганской службы радиосвобода Хабиба Кадыра. Он провел в «Талибан» всю свою жизнь и придерживался экстремистской идеологии. Он известен тем, что часто выступал с заявлениями, призывающими к прекращению переговоров с правительством Афганистана и продолжению наступления. Он также известный критик присутствия иностранных войск в Афганистане. Мы ожидаем, что он будет строго следовать линии покойного лидера «Талибан» Муллы Мансура, который призывал к свержению афганского правительства. Однако они не в состоянии этого сделать. В то же время они не хотят мира. Чего они добиваются сейчас? Так это захватить больше территорий и иметь больше козырей в переговорах. Далее в программе. Власти Казахстана построят национальный пантеон. Его стоимость обойдется госбюджету в 235 миллионов долларов. Казахстанский министр культуры заявил, что усыпальнице необходимо обществу. Но само общество недоумевает. Если бы Казахстан думал именно низами, а не верхами, тогда бы народ тоже решил, что это вообще глупо все это делать. Пантеоны и прочее, прочее. Потому что если он окажется в пантеоне, это же не значит, что он останется на троне. Кыргызстан вручил ноту протеста Казахстану. Поводом стали слова правительственного чиновника о кыргызских гастарбайтерах в России, которые кыргызы расценили как оскорбляющие. Речь шла о кыргызских девушках, моющих российские общественные туалеты. Мы находимся в Москве не от хорошей жизни. Просто нам надо как-то прокормиться. Казахстанские власти заявили о строительстве в Астане национального пантеона. Приблизительная стоимость его строительства 79 миллиардов тенге. Это около 235 миллионов долларов. Как заявил министр культуры и спорта Казахстана Арестанбек Мухаммеди Улы, это исторический объект станет, цитата, основой деятельности в области человеческих отношений. Пантеон станет усыпальницей выдающихся деятелей государства, науки и культуры. Его площадь составит около тысячи гектаров. Для сравнения, стоимость строительства национального пантеона в три раза превышает возведение 42 новых школ. Решение о строительстве вызвало недоумение в казахстанском обществе. Главный вопрос, зачем столько денег тратить на мертвых, когда в них нуждаются живые? Наш корреспондент Дмитрий Беляков узнал, что думают по этому поводу жители Алма-Аты. Политика это грязное дело, так что пусть они сами решают, кто разбирается в этом. Поэтому я не могу ничего сказать. Я обычный гражданин. Сейчас вот же хотят в 17-м году проводить там какие-то мероприятия. Сейчас опять деньги надо большие выбрасывать. Ну и сейчас немножко экономику надо поднять. Мы как пенсионеры, как низшие живем. У нас пенсии совсем маленькие. Работали, работали. А 50 тысяч. Не, не надо. И так, то универсиады, то экспо, еще и туда денег вкладываешь. Не, я считаю, не надо. Я думаю, что не стоит. Почему? Ну, потому что у нас и так много других проблем в Казахстане, которые надо решать в первую очередь. Нет, не нужно вообще. Почему? В столице он туда не писывается. Можно было отдельно какую-нибудь, я не знаю, землю отдельную приготовить. Но не в Астане. Если бы Казахстан думал именно низами, а не верхами, тогда бы народ тоже решил, что это вообще глупо все это делать. Пантеоны и прочее, прочее. Потому что если он окажется в пантеоне, это же не значит, что он останется на троне. Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноту протеста своим казахстанским коллегам. Поводом стали высказывания министра культуры и спорта Казахстана Арестанбека Мухаммедиулы по поводу кыргызских девушек и женщин, моющих российские общественные туалеты. Свои мысли он озвучил, рассуждая о творчестве писателя Чингиза Айтматова. Чингиза Айтмат, наверное, он не только великий писатель, и пророк он предвидел, к сожалению, куда идет его страна, его нация. И действительно, к сожалению, которые происходят, негативные события, которые есть в Кыргызстане, он уже тогда, в 40-е, 50-е годы уже ощущал и смог написать. То есть он хотел предострить свой народ, чтобы они не делали такие безумные шаги. Но, к сожалению, сейчас мы историю видим, когда наши уважаемые соседи имеют совсем негативное направление. Действительно, здесь скрывать нечего. Очень жалко, когда прилетаешь в Москву и в другие города, когда общественный туалет убирает юные девчата, наши соседи. Это, конечно, задевает твои человеческие чувства. Как она могла заслужить в своем юном, прекрасном возрасте убирать общественный туалет? Такое заявление вызвало обсуждение в соцсетях Казахстана и Кыргызстана. Казахстанские пользователи извинились перед гражданами Кыргызстана за слова своего министра. Некоторые женщины-мигранты, работающие в сфере обслуживания в Москве, лично обратились к чиновнику. Я хочу сказать казахскому министру, я его слова не разделяю. Это неправильно. Мы находимся в Москве не от хорошей жизни. Просто нам надо как-то прокормиться. Если на то пошло, здесь среди нас немало граждан Казахстана. И они, так же, как и все, моют туалеты. В этом ничего постыдного нет. Это не такое плохое явление. Мы с чистыми домыслами заработали на то, чтобы достроить свой дом, который для нас как белый дворец. Все иностранцы, которые здесь находятся, работают по своей воле. И мы в том числе. И ничего предосудительного или унизительного в том, что мы здесь находимся, нет. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Кыргызстана сообщает, что оскорбительный и невзвешенный тон высказываний Мухаммедиула по отношению к Кыргызской республике, которые вызвали негативный отклик широкой общественности Кыргызстана, в целом не соответствуют союзническому духу кыргызско-казахстанских взаимоотношений. О реакции казахстанского министра на ноту протеста пока ничего не сообщается. Тотальный контроль в узбекских школах. Местные учителя жалуются, что вместо обучения детей им приходится заполнять документы в большом количестве, зубрить постановление Министерства образования и проходить регулярные проверки. Иногда доходит до абсурда. К любому учителю может подойти человек в милицейской форме и потребовать поурочные планы и журнал посещаемости учеников. Под рукой у преподавателя всегда должна быть папка с Конституцией, текстом гимна и выборкой из трудов президента. Предприимчивые продавцы уже продают готовые наборы по 9 долларов за штуку. Также каждый учитель обязан составить так называемую папку по духовности, в которую входят анкетные данные всех родителей, их служебное и социальное положение. А в свободное от работы время учителей обязуют заниматься общественной работой и даже уборкой. Добавим, что зарплата узбекских школьных учителей редко превышает 150 долларов. Ну зла не хватает, во что превратили наших школьных учителей. И заставляют заниматься какими-то выборами. Учителя после уроков должны идти дома обходить, неизвестно, в квартиры стучать, собирать подписи. Это бесплатная рабочая сила. Их обязывают заниматься уборкой. Вот чем учителя занимаются вместо того, чтобы преподавать. Зла не хватает. В Таджикистане существует 4 свободные экономические зоны. Самая быстро развивающаяся из них находится в Сагдийской области. Для чего она была создана? Какие здесь условия для компаний, открывших свои производства? И с какими проблемами они сталкиваются? Расскажет Анну Шервон Арипов. На заводе по производству алюминиевых профилей практически все автоматизировано. Станки сами плавят металл, придают форму и охлаждают. Работники только следят за аппаратурой и отгружают готовую продукцию. Обязательное требование ко всем предприятиям в свободной экономической зоне – использование качественных новых технологий и безотходность производства. С нашей стороны пяти сотрудникам пришлось пройти специальное углубленное обучение, чтобы работать с этой техникой. В основном на турецких предприятиях, где закуплено оборудование, мы занимались этим около трех месяцев. Эти условия ограничивают рост зоны. Новое оборудование всегда дорого. И не все желающие открыть здесь производство могут себе это позволить. Но и перспективы открываются хорошие, говорят эксперты. Освобождение от восьми налогов из десяти. Остается только заплатить споры за фонд оплаты труда и подоходный налог с зарплаты сотрудников. Предоставляем таможенные преференции, в частности, все сырье, оборудование, товары, которые заводятся на территории свободной экономической зоны. То есть субъект не оплачивает таможенные пошлины и налоги. В свободной экономической зоне за счет государства уже проведены все коммуникации, необходимые для производства. Дороги, линии, электропередач, водопровод. Можно сэкономить деньги на строительстве заводов и фабрик, взяв в аренду готовые цеха. На данный момент на территории свободной экономической зоны действует 27 субъектов. Из них 8 – это совместные предприятия с Китаем, с Польшей, с Турцией. Практически все предприятия здесь ориентированы на производство строительных материалов, которые до сих пор в большинстве своем импортируются в страну. Продукция СЭС выходит на 15-20% дешевле зарубежных аналогов. А значит, более чем конкурентно способна. Основной целью открытия нашей производства является импортизамещение. И второй приоритет – мы даем экспорт своей продукции. Мы уже начали переговоры между Республикой Кыргызстан и предпринимателем Республики Кыргызстан, которые недавно к ним приехали. Было ознакомление, у нас было подписано меморандум об взаимной работе. Несмотря на финансовый кризис, за последний месяц здесь открылось несколько новых заводов. Но он все же повлиял на скорость развития зоны. Сегодня предприятия не наращивают своих мощностей. Также стало трудно найти покупателей на продукцию в ближайших Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Новый глава Российской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин считает, что несмотря на допинговый скандал, у российских легкоатлетов есть небольшой шанс попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Тем временем скандал продолжается. Олимпийский комитет России получил уведомление от Международного Олимпийского комитета о положительных результатах допинг-проб 14 российских спортсменов, взятых во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. С подробностями Сергей Берец. Российские легкоатлеты имеют пусть и минимальный, но шанс выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые стартуют 5 августа. Команда отстранена от международных соревнований из-за допингового скандала. Новый глава Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин считает, что злоупотребление допингом – общая проблема мирового спорта. Я считаю, что это всемирная проблема допинга. Но сейчас фокус почему-то сконцентрирован на России. Я считаю, что если эти вопросы решать на мировом уровне, их надо решать совместно, общими усилиями, а не нападать на одну страну и пытаться сделать из нее изгоя. Ведь сегодня Россия, завтра другая страна. Вопрос просто вскрытия всех этих факторов. Российские спортивные власти говорят, что ответственность не должна быть коллективной. Наказывать, по их мнению, нужно только тех спортсменов и тренеров, которые непосредственно виноваты в нарушениях. Чистые атлеты страдать не должны. Инспекторы Международной ассоциации легкой атлетики посетят Россию в конце мая. Решение о том, поедут или нет российские легкоатлеты в Рио, будет принято в Вене 17 июня. В Кыргызстане возрождают древнюю породу собак – тайганов. Кыргызская борзая уже давно находится на грани исчезновения, заявляют специалисты. И только благодаря энтузиастам популяция тайганов может возрасти. Репортаж нашего кыргызского корреспондента Шавката Тургаева. Тайган бежит, кровь из ушей хлещет, гласит известная пословица. Так, кыргызы восхищаются стремительным бегом своих питомцев. Бегают тайганы быстро. Гутаперчевое тело в беге, напоминающее гепарда, позволяет разгоняться до 60 км в час. Поймать зайца для них не проблема. Тайганы – прирожденные охотники и надежные сторожи. Тайганы растут среди овец и коров, поэтому они домашних животных не трогают. Двор и хозяйство под охраной тайганов. Они очень хорошие помощники. Зимой мы выезжаем на охоту на зайцев. Тайганы их ловят и приносят. Внезапное появление соседской кошки навело шороху. Ей повезло. Тайганы ее знают. Собаки кошку догнали быстро, но разверать не стали, а лишь немного поиграли. Местные хищники – волки и шакалы. Тайганов тоже боятся. Не так давно произошел такой случай. Я пас овец. В Катаре начали подходить два шакала. Совсем близко подошли. Я отпустил Актош. Она одна-двух шакалов смогла поймать и задушить. Талай Мизамбаев тайганами занимается много лет. Его питомцы – победитель выставок. Эта порода древняя, потому уникальная, говорит Талай. О ней написано в китайских летописях. У кыргызского богатыря Манаса был тайган по кличке Кумаек, что в переводе означает «рожденный от грифа». Ее нельзя не любить. Она сама по себе изящная, в ней есть благородство. Все те черты, присущие, по-моему, кыргызскому народу. Чистокровных тайганов осталось от силы пара сотен. Эта порода считается исчезающей. И только благодаря таким энтузиастам, как Талай, тайганы продолжают существовать. Хороших тайганов – это действительно мало. И приходится иногда для спаривания искать очень долго. Но хорошие тайгановоды, они сами знают это друг друга в лицо. Иногда бывает, мы это продаем, иногда дарим. То есть знакомым, хорошим друзьям дарим это собак. Чтобы знать, где недалеко эта собака ушла, чтобы в дальнейшем можно было как-то обратно обновить кровь. Тайганщики с многолетним стажем говорят, у этой породы есть будущее. Интерес среди населения к ней все больше, да и численность тайганов медленно, но верно увеличивается. Шавкат Тургаев, Азат Натамаков. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте quarantine.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин